Приветствую вас во второй части по вязанию шапочки. Итак, мы связали с вами 6 рапортов нашей шапочки и будем сейчас заканчивать открытые петельки. Я провязала 6 рапортов и сейчас у меня шапочка повернута на первом ряду 7 рапорта. То есть мы его не будем провязывать, а будем заканчивать с лицевой стороны. Первую снимаем непровязанной, затем следующую провязываем лицевой и одеваем первую петельку на вторую. Затем снова лицевая, первая на вторую, лицевая, первая на вторую. То есть мы просто закрываем открытые петельки и у нас получается вот такая косичка. Так нам нужно закрыть полностью все петельки. Провязываем просто лицевая и делаем протяжечку. Лицевая и одеваем петельку на провязанную лицевую. Лицевая, одеваем петельку на провязанную лицевую. Лицевая, одеваем петельку на провязанную лицевую. И так закрываем до конца этого ряда все закрытые петельки. Дозакрывали все петельки и ниточка наша рабочая остается на макушке шапочки. Вот смотрите, сделала я последнюю петельку и осталось на макушке шапочки. Теперь берем, отлаживаем спицы наши в сторону, они нам пока сейчас не нужны, берем крючок и лицевой стороной поворачиваем к себе шапочку. То есть вот где мы косичку закрывали с лицевой стороны, прикладываем второй конец шапочки. Ту ниточку, которую мы оставляли для сшивания, как раз сейчас пришел момент для нее. И вводим крючок в самую первую петельку косички с одной стороны и в самую первую петельку косички с другой стороны. Захватываем ниточку и делаем вот такую вот петельку. Нам на лицевой стороне нужно закрыть всего лишь где-то 7 петелек. То есть мы вводим крючок в одну стеночку, во вторую стеночку и продеваем сквозь две стеночки, делаем соединительный столбик. Снова за одну стеночку с одной стороны, за другую стеночку с другой стороны и делаем соединительный столбик. Вот так вот сшиваем 7 раз, то есть 7 петелек. Я продеваю сквозь две стеночки с одной стороны и сквозь две стеночки с другой стороны, для того, чтобы у меня не было никаких дырочек и некрасивых, скажем так, соединений. Вот вы уже смотрите, хотите, возьмите просто шейте иголочкой с ниточкой, но я люблю именно это соединение, так как, вот смотрите, будет какой вид иметь с лицевой стороны. То есть так как у нас есть отворотик на шапочке, для этого я сначала сшиваю начало, начальное 7 петелек. С лицевой стороны у меня получается шовчик вот так вот. Теперь я разворачиваю, вот я закрыла 7 раз, 7 стежочков сделала. Теперь я разворачиваю на изнаночную сторону, полностью все разворачиваю, вытаскиваю свои ниточки на лицевую сторону полностью все. Если хотите, хотите моточек проденьте сквозь вот эту вот шапочку, которую мы сшили, хотите, можете оставить внутренней части, то есть это значение никакого не имеет. И вот этот кончик, который у нас тоже оставался для сшивания, тоже его выворачиваете все на изнаночную сторону. Находим вот эту петельку, которая у нас осталась при сшивании, вот так вот подтягиваем и ниточку приводим в рабочее состояние на пальчик. Находим самую первую петельку с одной стороны, самую петельку первую с другой стороны и продолжаем точно так же сшивать. То есть за обе стеночки захватываем, делаем соединительный столбик. Стеночка с этой стороны, стеночка с другой стороны. Захватываем и продеваем сквозь две петельки, делаем соединение. Вот такими обычными способами я вам предлагаю сшить эту шапочку. Если вы знаете более другой способ, то пожалуйста используйте все, так сказать, в вашей фантазии, в ваших руках. Вот, я сошью таким обычным способом, сильно не затягивайте петельки, для того, чтобы шовчик был очень такой мягкий и нежный. То есть он на вид немножечко грубоват кажется, но на самом деле, если вы так попробуете сшить, то он довольно-таки получается мягенький, нежненький и вот, как бы плоский. Вообще эту шапочку предлагают сшивать плоскими швами, но мне, честно говоря, не нравится и то, который получается. Можно сшить трикотажным швом, тоже должно получиться неплохо, но я почему-то вот этот простой способ соединительных столбиков использую. Мне нравится, как он выглядит, то есть вот смотрите, вот у нас с лицевой стороны получается будет выглядеть и вот так вот с лицевой стороны верхний шовчик будет у нас выглядеть. То есть довольно-таки аккуратно, красивенько и вот, как вы видите при растягивании шапочки на голове, этот шовчик такой очень аккуратный и лояльно сделанный. То есть если вы посмотрите, полностью вывернитесь с лицевой стороны, у вас вот такое вот будет соединение. То есть вот так вот. Вот этот шовчик, почему я вам говорила, 7 петелек, вот он у вас получится во внутренней стороне отворота, но на лицевой стороне сшивания. То есть вот так вот. И нам нужно дошивать полностью до конца вот эту вот часть открытую. То есть сшиваем полностью до конца вот этот шовчик делаем и тогда я вам покажу, что мы будем делать дальше. Вот я дошивала аж до самой макушки, то есть вот она ниточка шла, 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 сшивала и вот здесь буквально осталось где-то у меня парочка, так скажем, петелечек. Ну то есть вот 2, 4, 5 петелек у меня осталось по кругу и как раз закончилась ниточка, которую я оставляла. Теперь я вытаскиваю ее. Ее нам нужно будет здесь закрепить и вот эту ниточку спрятать. А от основного мотка, которая вот она у нас закончилась при закрытии петелек, мы сейчас выворачиваем на лицевую сторону и вместе с этим на лицевую сторону мы выворачиваем петелечку. Вот эту вот последнюю и ниточку, которая у нас осталась от основного мотка, краешек. Вот, то есть я не ту ниточку вытащила, я вытащила ту, которую нам нужно спрятать. А вот она основная ниточка, то есть вытаскиваем основную ниточку, насколько это можно максимально, ну то есть метра, парочку метров вытащите, чтобы вам пока хватило. Можно было бы ее, конечно, и на лицевой стороне оставить, но я, честно говоря, не вижу разницы, то есть мне все равно. И вытаскиваем на лицевую сторону вот эту петелечку, которая у нас была при закрытии петелек, еще раз повторюсь. В общем, выворачиваем на лицевую сторону и достаем вот эти петельки. Итак, вот петелька достата и ниточка основного вязания, то есть вот она у меня. Я нашла недвижущий краешек, подтягиваем петельку и нам нужно набрать вот это вот кружочки, так скажем. Хотите, можете обрезать ниточку, то есть чтобы вам было удобно, оставьте где-то метра 3-4 и обрежьте ниточку. Так будет даже, наверное, удобнее. От основного мотка, вот она, смотрите, что у меня получилось. Петелька, которая, когда мы закрывали, и метра, вот еще раз повторюсь, 2-3 я оставила. Мне нужна сейчас будет эта ниточка. Смотрите, у нас здесь в кружочке, вот так вот пальчик протяните и увидите. Здесь, как я вам уже говорила, незакрытые 5 петель. Я вас немножечко запутала, но нам сейчас нужно набрать с этих боковых стеночек, вот этих вот макушки, 3 петельки. То есть первая петелька у нас уже есть. Мы вытянули с изнаночной стороны движущую петлю. Теперь мы набираем еще 2 петельки. То есть я вот набираю одну и через одну еще одну. То есть вот так вот из 5 петелек я, получается, поднимаю 3 петельки. Вот она, одна, затем вторая и еще через одну третью. Вот они, 3 петельки на крючке. И как бы визуально мы этими тремя петлями собрали полностью эту дырочку. То есть мы как бы нанизали на 3 петельки макушку. Теперь снова берем нашу спицу и переодеваем на спицу эти 3 петельки. Пересчитайте обязательно, чтобы у вас было именно их 3. У меня это первая движущая петля, которую я подняла с изнаночной стороны на лицевую. Затем через одну набрала еще одну петельку и через одну еще одну. То есть смотрите, у меня здесь нет уже дырочки. То есть я собрала этими 3 петельками полностью макушечку шапочки. И у меня шапочка сейчас на лицевой стороне. То есть вот смотрите, тот шовчик, который мы сшивали для отворота. Вот она на изнаночной стороне сшита шапочка аккуратненько. Все, обратите внимание, у вас тоже должно быть здесь все максимально аккуратно. И в итоге 3 петельки поднятые, ниточки осталось или от основного мотка просто идет, или я отрезала, мне так проще. Если что, потом я смогу использовать этот кусочек ниточки остаточек, поэтому я абсолютно за это не переживаю. Итак, вот она наша шапочка и нам осталось делать только полный шнур. Вот как я вам и говорила, 3 петельки собраны вверх. Из них мы и будем вывязывать полный шнур для завязочки на макушке шапочки. Если же вы хотите не завязочки, а бубончик, к примеру, то просто эти 3 петельки стягивайте одной петлей, как бы на крючочке, как она у вас была, просто стяните одну, закрепите ниточку, кончик, и прицепите бубончик уже готовый. Или же будем вывязывать полный шнур. Поверните удобной для себя стороной, и как бы у нас получается провязан лицевой ряд. То есть мы набрали петельки, визуально мы провязали лицевой ряд. Теперь, не поворачивая на изнаночный ряд, вы подвигаете, как бы, то есть почему нам, я вам говорила, что удобно именно чулочными спицами носочными вязать, для того, чтобы у нас были вот эти вот открытые края с одной и с другой стороны. Мы сейчас при вывязывании полого шнура будем двигать наше вязание. То есть смотрите, у нас провязанный ряд лицевой, но мы, не разворачивая на изнаночную сторону, подвигаем как бы в начало ряда вязания, и провязываем 3 лицевые петельки. То есть смотрите, вы, не переодевая на другую спицу, не перевязывая ничего, ну, абсолютно ничего не трогаете, просто подвигаете спицу и провязываете 3 лицевые петельки. Теперь снова у нас получается провязан лицевой ряд. Вы, не разворачивая на изнаночную сторону, снова двигаете петельки в начало спицы. И снова провязываете эти 3 петельки лицевые. 1, 2 и 3. Опять, не разворачивая на изнаночную сторону, подвигаете спицу в начало, так скажем, вязания, и снова провязываете 3 петельки. Конечно, есть еще, как бы, варианты вязания полого шнура, но я почему-то выбрала именно этот, и мне нравится, что из-за того, что мы, так получается, не провязывая изнаночные ряды, а подвигая вот так вот спицу в начало вязания, у нас получается такой красивый шнурочек. То есть вы просто подвигаете, не переодеваете ничего, вяжете только 3 лицевые, провязав их, подвигаете спицу в начало вязания, и снова провязываете 3 петельки. Для тех, кто не понимает, как вязать полый шнур, или я сейчас не очень, как бы, понятно объяснила, можете посмотреть отдельный видеоурок к провязанию полого шнура из 3 петель. Итак, в общем, мы продолжаем провязывать эти 3 петельки и двигать спицу, провязывая снова 3 петельки, до тех пор, пока у нас не получится нужной длины шнурочек. Я где-то шнурочек буду делать сантиметров 20. Я думаю, что больше, чем достаточно будет. Нужно, как бы, провязать такой длины шнурочек, чтобы вы смогли завязать бантик такой, какой вам нужно величины. Ну, то есть, если вы хотите небольшой бантик сделать, то вам достаточно будет и 15 сантиметров. Если такой побольше, как у меня, то где-то сантиметров 20. Если совсем большой хотите бантик, то вам понадобится приличных 30 сантиметров точно. Поэтому, вот, посмотрите, получается вот такой вот шнурочек. Он с каждой стороны выглядит одинаково. Можете его покрутить. И делайте максимально ровные одинаковые петельки, чтобы он получился красивым, то есть, чтобы петельки не торчали. И продолжаем вязать вот такой вот полый шнур, то есть, подвигая спицу, провязав ряд, подвигая спицу в начало вязания. То есть, мы всегда держим левую спицу в левой руке. Всегда правую спицу в правой руке. И вяжем только левую вот эту вот спицу правой спицей. В общем, не переодеваете никуда петельки, не снимаете ничего. Просто провязали лицевой ряд, так скажем, не поворачивая на изнаночной, просто спицу двигаете в начало. Снова вы провязали и снова двигаете спицу. Снова провязали, двигаете спицу. То есть, не поворачивая на изнаночную сторону. Провязываете шнурочек и будем завязывать бантик. Итак, у меня с моего отрезочка получилось 24 см. И я буду заканчивать. Вот как раз у меня уже краешек маленький остался. Поэтому я провяжу, как всегда, закрытие. Просто сниму первую, вторую провяжу лицевой, сделаю протяжку. И затем третью провяжу лицевой, сделаю протяжку. То есть, я закрыла обычным способом. Вот эту я закрою обычной воздушной петелькой. То есть, вот в дену в крючок петельку и подтяну. Вот так вот затянуть. И этот краешек убрать вовнутрь. То есть, вот просто мы закончили обычным, самым-самым обычным способом. Теперь нам нужно из этого, так скажем, отрезочка, из этого жгутика, нужно завязать бантик. Я завяжу обычным способом. То есть, просто вот так вот сделаю две полупетелечки такие вот. Между собой скрещиваю их. И плотненько-плотненько завязываю. Очень плотненько. Подтяните обязательно, чтобы у вас не осталось промежутка между шапочкой и бантиком. То есть, чем плотнее вы завяжете, тем как бы лучше будет держаться и меньше будет он, скажем так, ерзаться на шапочке. Ну, то есть, максимально затягиваете этот бантик. Вот он у меня близко к шапочке. Вот этот краешек вы обязательно спрячьте вовнутрь, вденьте в иголочку или просто крючком по межгутикам просуньте. И вот получается у нас вот такая замечательная шапулечка. Сзади все аккуратненько. Здесь все аккуратненько. И вот такой вот получился у нас смешной бантик. Бантик хотите, можете вот этот краешек точно так же вшить вовнутрь, иголочкой вдеть. Вот так вот. Будет у вас вот такой бантик. Или же можете, опять же повторюсь, сделать простой небольшой бубончик. Как сделать бубончик, вы можете посмотреть в предыдущих видеоуроках. Шапочка довольно-таки тянется хорошо. Подойдет до, может, даже 4 месяцев, не только 3. В общем, вы уже смотрите и ориентируетесь на, скажем так, своего ребеночка. Дети бывают разные. Размеры головы точно так же рождаются. Могут 35-38 сантиметров. Поэтому вы уже смотрите по своему малышу. Я надеюсь, что вам видеоурок мой понравился. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok